ребята я сейчас нахожусь в норфе и кто-то мне написал что магазине намного дешевле на дешевле черешня в 449 но тут ну просто гнилье даже я бы за его не взяла бы но 20 95 вот персики таки на базаре по 4 евро но это не такие как здесь там довольно таки такие крупные так арбузы по 75 центов конечно же не такие как по 3 евро но есть и довольно таки там большие но я как-то недавно покупала мне арбузы не понравились посмотрите сколько много арбузов и я наверно буду покупать дурачки и мы с вами будем делать холодник вот так лук лук укроп огурцы на холодник у меня есть так вот эрдиска смотрите евро 70 килограмм я купила по евро пучок сейчас посмотрим отборочки вот эти вот почем я не знаю вот и так много не маленькие так подождите а здесь по 56 нет подождите тут здесь 500 грамм 500 грамм там тоже тоже 500 грамм не поняла смотрите ребята вот 80 центов вот эти бурочки но не мелкие принципе но я почищу я не ленива а там евро 18 но те конечно же вернем а эти вот маленькие возьмем поехали обратно у меня продает а коляска скрипит как старая телега так вот ребята я очень рада что меня узнают и это уже не первый человек и вот на ярмарке даже меня там узнали вот у меня узнали еще где-то там кто-то тоже меня по имени назвал вот терреса наша появилась вообще я думаю уже давно есть такая задумка просто организовать со всеми встречу то есть будет назначена дата место ну кто придет и придет он не придет как не придет так вот поэтому евро девятнадцать я возвращаю эти бурочки вообще сегодня такой у меня день особенно хотя у меня все дни особенно и но в автобусе мне такой молодой человек скачал уступил место что в наших автобусах троллейбусах это большая большая редкость у нас такая красивая молодежь и вот это вот неуважение абсолютно все все портит я в автобусе видела своего ангела-хранителя я рассказываю историю как женщина меня спасла когда у меня начался приступ вот поэтому я хотела к ней подойти но даже подошла бы но мне нужно было выходить она ехала дальше вот и теперь мне нужен нужно купить кефир для холодника я больше ничего не могу брать потому что мне все-таки тяжело будет все это нести какой-то тут дешевый подождите все разобрано все ну как всегда молоко так как всегда придешь уже все-все расходы на придется покупать вот это дорогой подождите тут какой-то бы сейчас я посмотрю так ну правильно был по 99 центов которого уже давно-давно нету и мне сейчас придется покупать посмотрите мне сейчас придется покупать за 32,39 не могу себе этого позволить просто не могу позволить что делать брать простой кефир евро-19 но был бы хороший кефир знаете бывают такие жирные жирный такой кефир вот 3,2 3,2 евро-27 сейчас акция хотя бы может такой взять так закатила холодного борща да ну что делаем ребята добрый день доброе утро и я сегодня решила пересадить орхидеи вы видели как они у меня цвели и вот листики они очень плотные мясистые так сейчас скажу сколько у меня 7 у меня 7 орхидей 7,8,9 7 одного сорта вот эта орхидея она у меня недавно отсвела она была крашеная мне сказали что крашеная они вообще очень проблематичны я ее не буду пересаживать потому что она только недавно отсвела базилик базилик чего-то начал у меня вять говорят его тоже надо пересаживать и я может его да он начал у меня да начал просто сохнуть не знаю что тут с ним делать вот купила вазон и то есть как бы вот и такие вот две орхидеи у меня вот такие вот вот они уже цвели корни у них вот так вот видите торчат хотя это так должно быть но я на старые ветки обрежу все-таки постараюсь их присадить но их в последнюю очередь присажу вот такая моя земля специально для орхидей и купила вот такие горшочки с такими подставочками чтобы пересадить орхидеи сначала нужно их хорошо полить то есть я сделала им такую водяную баню они у меня постояли наверное где-то хороших 5 часов и корни тогда у них эластичные не ломаются ну и давайте вот попробуем что сейчас я буду делать сейчас я буду очищать корни от земли и буду помещать воду со слабым раствором марганцовки потому что марганцовка убивает всю плесень различные бактерии которые вызывают болезни и ну давайте проделаем такую процедуру может что-то и получится но если нет то значит это не моя стихия вот ребята смотрите сколько у меня осталось всего корней вот я сейчас буду помещать в тазик вот видите я очень много тут обрезана нужно ее хорошо почистить я буду помещать ее в тазик с водой подавленной спичкой вот я и поместила воду сморганцовка такой слабый слабый раствор и у меня будет 4 орхидеи вот эта будет пробная я вообще корни вот так отрезала потому что очень были там сплесневшие сгнившие но не знаю я попробую вот я не знаю я не знаю что я это не знаю что Продолжение следует...